В этом году мы увеличили количество задействованных сотрудников и намерены посадить 2 гектара леса. В посадке леса принимают участие преимущественно молодые сотрудники и мы уверены, что через несколько лет им будет приятно приехать сюда, увидеть молодой посаженный своими руками лес, рассказать об этом своим детям, собрать грибы и другие дары. Перед початком работы обоисковый инструктаж по технице безопасности, меч Голосова, с допомогой которого проводятся работы в неумелых руках, инструмент достаточно небеспечный. До того же расследования необходимо посадить правильно, иначе просто загинуть. Для посадки на этом участке в леснице прокатывали около 7 тысяч саженцев сосны. Позднее тут заявится еще и Бероза, где-то взробит лес больше пожара небеспечным. До помога лесникам все это потребна, как не коли, а прочая территория, где проводился плановое высекание, а малень 20 тысяч гектаров пошкодил караэт. До того же весна поздняя, а тому работы необходимо провести максимально худко. С повеличением на гомочные колькости питомников, кошт саженцев стал больше низким, а посадочных материалов, хопая, как провести все запланованные работы, суппроцовники следжего комитета свой уклад у одновления леса унесли, теперь справа за работниками лесной господарки. Эту посадку можно сравнить как детенок. Вот детенок родился, и родители за ними ухаживают, ухаживают там до какого-то определенного возраста. Так и мы должны приложить все силы и ухаживать за посадками в течение 7 лет. Ну и потом дальше посветление, прочистки происходят, и, как я говорил раньше, что 100 лет мы должны собрать хороший урожай. Не мы уже, а наши дети, там, внуки, правники, кто-то будет снимать урожай.